Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу свою коллекцию обиходных монет Украины, как я ее храню сейчас. И также напомню вам по поводу конкурса, который сейчас проходит. И расскажу немножко про эту гривну 1992 года. Если интересно, продолжайте смотреть. Друзья, наверняка вы видели этот альбом, который я уже выкладывал, с листами украинского производства. Сейчас моя коллекция обиходных монет Украины размещается вот таким вот образом. Я достал их из альбома Коллекционер. Возможно, вы видели у меня обзор или на других каналах моего альбома с редкими монетами и монетовидными жетонами. Вот так вот выглядит в данный момент эта коллекция. Чуть дальше я напомню по поводу конкурса, чтобы получить вот эту монетку гривну. А здесь давайте я покажу, как они у меня хранятся. Вот так вот расположен данный альбом. Кстати, сейчас на аукционе я выставил вот эту гривну. Именно эту гривну 1992 года. Планирую взять себе более редкую с гладким гуртом. А это в отличном состоянии. Можете зайти посмотреть по ссылочке на лот. Я планирую продать и предложить ее кому-то в коллекцию, кому не так принципиально, какой гурт. Мне бы хотелось, конечно же, по цене гладкие гурты гораздо дороже. Но еще сложно найти в приличном состоянии. Так что я буду искать. Эту монетку я уже выставил. И торги идут. Так что обязательно принимайте участие. Я регулярно выставляю на аукционе Виолити свои монеты. Какие-то интересные, которые у меня идут на обмен. Которые я хочу как-то поменять. Или как-то обновить свою коллекцию. Так что ссылочку на мой профиль вы найдете в описании. Рекомендую это аукцион. Потому что очень круто. Серьезные люди, серьезные коллекционеры там собираются. Так что заходите. Это у нас гривна 1992 года. Есть отдельный видеосюжет о ней. Монетовидный жетон, скажем так. Так как нет какой-то достоверной информации, что это пробная монета. Я не могу утверждать это в этом видеоролике. Ну, известность у этой гривны довольно широкая. Много у кого из коллекционеров она есть. И действительно она уже стала, как говорится, историей. Историей нумизматической истории Украины. И кстати, в альбоме коллекционер также размещена. И довольно классно смотрится. Вот вы можете сейчас это посмотреть. Ну что ж. Чтобы получить вот такую копию этой монеты. Нужно перейти в ролик, закрепленный в первом комментарии. Написать там любой свой комментарий. Количество не ограничено. Единственное, что комментарий не может быть одним словом. Вы можете задать вопрос или еще что-то. И как только видео наберет 500 лайков. Там уже есть 300. Я разыграю эту монету среди тех, кто оставил комментарии. Так что, друзья, переходите, поставьте лайк. И я с радостью отправлю бесплатно победителю вот такую вот копию этой монетки. Для тех, кто хотел бы вот так вот ее подержать. Или иметь у себя в руках. Так, ну тут конкретно более подробный обзор. Возможно, я сделаю чуть попозже. Какие у меня здесь есть монеты, в каком они состоянии. Хочу сказать, что довольно симпатично смотрится, как располагаются в этих листах. У меня есть видео обзор про листы украинского производства на канале. Ссылка на него также будет сейчас у вас в подсказке. Довольно прикольно хранится. Ну, конечно, полностью сказать отзыв можно немножко выждав хотя бы какой-то период времени. Чтобы понять, насколько комфортно, насколько удобно монеты доставать, показывать. И насколько сохраняется качество этих монет. Вот. Здесь у меня есть несколько копий. Это 1994 год. 5 копеек. 1 копейка и 2 копейки. Потому что довольно редкие монеты. Кстати, 5 копеек я на Violet встречал. В продаже есть. То есть, периодически попадаются. Обязательно, кто хочет поучаствовать и в торгах. Потому что, действительно, это интересный экземпляр. Копейка 1994 года у меня есть в наборе. Который сейчас выставлен на аукционе. Также вы можете зайти посмотреть. Вот. Возможно, я буду ее отдельно покупать. Я смотрел варианты в серебре или в других металлах. Ну, я для себя пока не решил. Потому что первоочередной формат это с гривной разобраться, порошковой. Ну, плюс, конечно же, мечта это гривна 92 года. Если у кого-то будет на продажу, друзья, напишите мне, пожалуйста. Мой телеграмм будет в описании. Легко, собственно, размещаются эти монетки. Эти листы. То есть, вот, например, давайте мы. Даже довольно такая большая гривна помещается. И мы можем ее разместить в этом листе. Вот. Таким образом. Это брал я на сайте Violity Shop. Вот такие вот листы. Так что, очень рекомендую. И стоимость просто супер. Вот так можно полистать. Раз. Фиксируется. И папочка Nummies. Есть. Ну, что ж, друзья. Спасибо, кто посмотрел этот видеоролик. Напишите, как бы вы хотели хранить свои монеты в таких вот листах. Или по-другому. Или в холдерах. Или в капсулах. Интересно ваше мнение услышать. Подписывайтесь на канал. Переходите на Violity. На ссылочки на лот. И участвуйте в торгах. Всем до скорой встречи. Всем пока.